Всем привет! Сегодня я решил рассказать про такое диковинное издание, как архивные издания DC. В последнее время что-то у нас многовато распаковок пошло, особенно от Максима. Поэтому решил немножко чего-то такого нестандартного в рубрике обзоров. Я думаю вы могли видеть эти книги у всяких буржуев, особенно старых дядечек, которые росли во времена серебряного века, золотого-серебряного. Они вот собирали такие книги, потому что другого выхода, как собрать именно классические истории, не было кроме как архивные издания DC. Пару лет назад их упразднили, потому что у них изменилась политика. Они сейчас стали выпускать как раз-таки золотой, серебряный и даже бронзовый век в формате омнибусов. Вот, соответственно, больше архивные издания не выходят. Но мне эти книги всегда интересовали. Там есть хорошие и интересные истории и линейки комиксов. Вот, и всегда мне интересно было, что же они из себя представляют. А в интернете особо материалов на эту тему нету. Так что, ладно, давайте начнем. В общем, как вы, наверное, видели, есть подобные книги. У них всех примерно одинаковый дизайн. Такой треугольничек идет, меняется только цвет. Соответственно, логотип, картинка серии, корешок такой вот с вертикальным, да, написанием бренда, тайтла. Очень стильно выглядит на полке. Такое своеобразное ноу-хау, да, этих изданий. И сзади, подобно омнибусу Marvel, тут идут обложки серии и также список номеров, которые вошли в этот комикс. Вот, но в отличие от тех же омников, обложки тут не всех комиксов, а только четыре какие-то выборочные. Вот, кавер прайс, как вы видите, был 50 долларов. Достаточно плотная цена, потому что книга не такая толстая. Где-то 250, наверное, 300 страниц. Она стандартного формата. То есть, с виду такой достаточно обычный, ничем не примечательный сборник в твердом переплете. Вот, тут у нас, как вы уже поняли из названия ролика и из картинки, это сборник про главного героя Enemy Ace. Это такие военные комиксы серебряного века про пилота-аса времен еще Первой мировой войны. То есть, встречаются такие темы, что люди иногда думают, что Enemy Ace это какой-то там фашистский был пилот. На самом деле, ничего подобного. Это Первая мировая война. Но об этом, ладно, расскажу уже, когда перейдем к самому комиксу. Давайте посмотрим, что под суперобложкой. Под суперобложкой такой вот достаточно простенький вроде когда дизайн, но отдает таким прям качеством и вообще классикой. То есть, прям вот такие книги меня всегда радовали. К сожалению, те же самые Marvel, например, перестали делать подобные Omnibus и так далее, и харды в последнее время. DC тоже в основном, если делают вот это черное какую-нибудь картонку печатают непонятную. Вот, а эти старые такие дубовые книги, блин, которые прям вот даже просто держать в руках очень приятно. Вот, давайте сразу про технический момент скажу. Очень хороший переплет у этих книг. Такой сшитый, плотный, качественный. В общем, книга выдержит ни одно, ни два и не десять прочтений. Вообще, вот, например, этот сборник, он вышел еще в 2002 году или в 2003. В общем, ну, условно, книге 15 лет, да. Она, то есть, вообще шикарно держится касательно страниц. Бумага тут хорошая. Как вы можете видеть, белая такая приятная бумага. Она, конечно, не такая плотная, как какая-нибудь бумага в старых обниках Marvel или как в сборниках от Dark Horse, которые, наверное, одни из лучших на рынке сейчас в плане вот качества цены, да, соотношения. Но бумага гораздо лучше, чем во многих даже современных делюксах большой двойки. Вот, то есть, она не просвечивает, она сочная, насыщенная, достаточно плотная. В общем, отличная бумага. На самом деле, я был очень шокирован качеством вот этих архивных книжек. Ну, не зря у них все-таки 50 долларов был кавер прайс. Давайте посмотрим теперь уже внутри, что у нас встречает багровый Фокер. Это самолет главного героя, который является, ну, практически даже, я бы сказал, одним из действующих лиц истории и одним из ее символов. Дальше у нас идет Table of Contents, список номеров, которые сюда вошли, предисловия и, собственно, по годам они расположены в хронологической последовательности. Предисловие у нас идет от Джо Куберта. Да, 2002 год, видите, предисловие к этому сборнику. Вообще, создателями комиксы являются, помимо Куберта, является Боб Каннигер. Это легендарная личность в американских комиксах. Человек, который, в принципе, этот серебряный век и начал комиксов. Он является создателем персонажа Барри Аллен, который флэш. Вот. И да много он сейчас создал, насколько если я вот читал какие-то там про него статейки небольшие, на Википедию ту же самую заглядывал. Он, по-моему, и Поезды Нави создал, и Suicide Squad. Ну, в общем, короче, много чего. Человек воистину культовый. Он же курировал очень долгое время, по-моему, пять, что ли, военных таких линей комиксов от DC в тот момент, то есть вот еще в 60-е годы, там, начало 70-х. Среди которых был Сержант Рок и Изи Кампани, наверное, самый популярный военный герой, ну, DC точно, да, военных комиксов. Вот. И он же создал такого персонажа, как Enemy Ace, который появился как раз-таки на страницах журнала Our Army At War, где, в основном, вот Сержант Рок и Изи Кампани были главными героями идут. Тут он был разбавлен историями про Первую мировую войну. То есть, сеттинг достаточно своеобразный, на самом деле, даже вот сейчас, если говорить в 2018 году про какие-то произведения в плане кино, компьютерных игр, да, ну, Первая мировая война — это, по сути, такая, ну, местами тайна, на самом деле даже, потому что хоть есть и записи, и хроника какая-то, но очень мало произведений, которые бы исследовали эту тему. То есть, Вторая мировая война, она, конечно, даже в какой-то момент, наверное, люди от нее устают, и поэтому в разных медиумах паузы есть определенные, но потом, конечно, всегда возвращаются. Вот. Тогда, как Первая мировая война — это очень редкие гости, и тем более в комиксах я уж про остальное молчу. Вот. Рассказ, собственно, идет у нас про главного героя, которого зовут Ханс фон Хаммер, который имеет прозвище Hammer of Hell. Он является асом, летчиком, собственно, немецким, времен Первого мировой войны, и весь комикс, он, по большей части, боевой, но не это меня заинтересовало. Я лично в первый раз познакомился с этим персонажем на страницах комикса «Болотная тварь» у Рика Вэйча на Ране, это тот, который писал после Алана Мура, тоже, кстати, шикарный ран. Вот. У него был определенный сюжет, когда «Болотная тварь» при разных обстоятельствах, в общем, знакомился с разными героями DC, но героями именно не героическими, а вот либо палповыми, либо историческими и так далее, то есть какие-нибудь там Джона Хекс, разные там индейцы-ковбои, разные военные, тот же сержант Рок и так далее. В общем, очень классный номер, и я когда увидел барона там, Ханса фон Хаммера, меня очень он заинтересовал, то есть он, во-первых, выглядел очень интересно, необычно, то есть с одной стороны он вроде бы одет в военную форму ничем не примечательную, с другой стороны вот вы можете видеть вот эти вот его очки летные, они имеют такую интересную форму, как будто какие-то рожки дьявольские или не знаю даже как, но, в общем, можете видеть, как это нарисовано было. Вот, и это сразу как-то его выделяет, придает ему даже вот харизмы, при том, что сам персонаж всегда достаточно мрачным представляется, да, но вот его внешний вид, его стойка вообще, она сразу вот как-то вот меня заинтересовала. И когда я начал уже читать комикс, я еще больше проникся этим персонажем и решил, собственно, почитать, что же про него на самом деле писали, кто он такой и откуда вышел. Вот, эти комиксы, собственно, да, главная тема, почему я хотел о них рассказать, почему они достойны вашего внимания. Они очень интересны с точки зрения того, что строятся на, по большей части, таком символизме, какой-то душевности, что ли. То есть, тут бои боями, но основное именно раскрытие вот персонажей, в том числе фон Хаммера, оно строится на такой, как сказать, рыцарской, что ли, тематике. То есть, тут вот вы видите, да, сцена, например, сбитый самолет главным героем, он ему отдает честь, ну, то есть, говорит, что небо второго шанса не дает. Вот, то есть, тут абсолютно такая романтика, если позволите. То есть, сценарист хотел сделать и показать, да, главных героев, не только нашего, но и его противников, то, что это были люди другой эпохи, более возвышенные, что ли, чем та, которая следовала после. То есть, пускай техника была еще не на таком высоком развитии, как вот главный герой вообще, да, вот у него трехкрылый еще самолет. Но при этом люди еще были старые закалки, воспитанные, настоящие, в общем, рыцари. И они как бы вот тут отделяются немного от остальных вообще каких-то военных действий. То есть, небо это отдельная эпоха, эпоха, не эпоха, а стихия, да, в которой вот эти вот джентльмены, рыцари с уважением друг к другу ведут бои. То есть, ведут они бои не ради жажды крови или еще чего-то, а по своему долгу. Вот, помимо вот этой вот такой рыцарской составляющей, очень такой возвышенной, герой показан очень таким символичным тоже методом. То есть, он хоть является и бароном из богатой семьи, то есть, у него там чуть ли не свой замок есть, состояние огромное, естественно, он обеспечен и хорошо обучен, вот. При этом он является абсолютно одиноким человеком. Нам показывают его в комиксе, таким вот бредущим в одиночестве, пока остальные солдаты, когда смотрят на него, они испытывают к нему и с одной стороны уважение, а с другой стороны страх. То есть, тут его боятся не только противники, но и свои же собственные люди, которые с ним должны на эти боевые вылеты, собственно, ходить, да, то есть, вылетать с ним на миссии. Вот, поэтому он, как бы, скажем так, расслабляется, он ходит в лес, в черный лес, там есть такая локация, вот, в которой встречает он волка, также одинокого. И нам показывается, что волк, по сути, является единственным другом главного героя. То есть, он настоящий убийца, условно, принимает другого убийцу. И они вдвоем, как бы, вот в этом лесу проводят время. То есть, он разговаривает с ним или может как-то, ну, просто молча брести. Но, в целом, в общем, это такая своеобразная дружба двух отвергнутых, то есть, настоящих хищников, да, которых боятся окружающие. То есть, такая вот метафора, да, мощная. Вот, помимо всего прочего, тот самый красный фокер, самолет главного героя, который, если вы присмотритесь и на других, там, страницах увидите, у него передняя часть очень часто изображается, очень напоминает мордочку такую, да, то есть, там, глаза, там, как бы, рот. Вот. И, помимо всего прочего, главный герой, он постоянно слышит, как самолет воет, то есть, рев мотора. И он, ну, видите, да, там видит какие-то Killers Moon, Killers Moon. Там, в других страницах будет просто Killers Killers, то есть, там, убийца, убийца, убийца. То есть, он уже настолько этой войной, этими потерями, этими смертями перенасыщен, что он, как бы, на каком-то другом уровне уже все это ощущает. И он чувствует, вообще, свой самолет. И рев этот слышит именно как слова. При этом, конечно же, принимает их в таком негативном, да, ключе. И тут просто еще есть момент, что, так как он богатый человек, у него есть, там, свой условный дворецкий, да, а-ля Альфреда, вот, который для него после каждой победы делает кубки. То есть, там, кубки, медали. Вот, и у него такая вот, вот, кстати, да, эта сценка. Ну, тут в течение разных выпусков есть такое. И, в общем, у него там целая вот стена наград. Обычно показывается так, что после боевого вылета он обычно там либо пьет, либо просто отдыхает. И вот его дворецкий, да, этот он прославляет, говорит о кубках, все такое. Главный герой никогда ему не отвечает. Он всегда в своих мыслях задумчив. Он всегда думает, что вот еще одна там жизнь оборвалась. Но, в общем, таковы условия войны. Вот, тут же касается и каких-то романтических моментов, которые, как бы, наклевываются, да, в ходе историй. Но в то же время, опять же, показывают, насколько он мрачен и закрыт в себе, в своих мыслях. Что многие девушки там, которые присматриваются, грубо говоря, к барону, они в итоге, когда ловят на себе его холодный взгляд, то им становится не по себе. И, соответственно, никакой романтической линии у него также не может, как бы, произойти, потому что он сам того не хотя. Вот, кстати, да, вот этот киллер-киллер, тоже он слышит самолет. Вот, кстати, да, видите, он слышит, то есть, шепот, не шепот, а как другие там солдаты разговаривают. То есть, он все это слышит, он все это ощущает, но никогда никому из них не отвечает, он просто остается в одиночестве, в своей тоске. Вот, соответственно, комикс вот построен на таких вот символизмах, на таком духе рыцарства, уважения и так далее. Соответственно, когда он совершает полеты, там есть моменты, когда он, например, вот сцена с кубками, сбитый из самолета, да, из предыдущих выпусков. Вот, и когда он в одной из сцен комикса, там, в одной из историй сбивает самолет, у пилота которого кончился бойзапас, но главный герой об этом не знал, потом он в течение очень долгого времени, он корит себя за это, то есть, он чувствует то, что совершил это далеко не благородный поступок, сам того не хотя и не зная. Вот, и, соответственно, эта мысль, она долго не выходит из его головы, и вот на таком вот эмоциональном, там, духовном моменте вообще построены все истории. Не ждите тут каких-то прям сверхинтересных закрученных сюжетов, вот, кстати, одна из моих любимых обложек вообще, шикарная. Вот, не ждите каких-то закрученных, сильных прям сюжетов, а сюжеты довольно все простые. То есть, тут самое основное, это вот, если вам нравятся такие персонажи, что называется, мрачные, суровые, с своими какими-то тараканами в голове, при этом которых и боятся и их друзья, и их противники, из-за чего они, как бы, у них такое бремя одиночества, да, на них, то вам абсолютно стоит попробовать эти комиксы про Айна Мейса. То есть, лишним точно не будет. Вот, кстати, один из персонажей тут есть, Хэнкмен, типа, весельник, французский пилот, насколько я помню. Он тут появляется сразу в нескольких выпусках, то есть, как вы можете понимать, тут, если погибает пилот, он погибает насовсем. Но есть тут такой вот а-ля супергероические, да, какие-то отсылочки, не отсылочки, такие мотивчики. То, что, во-первых, весельник, он носит, вот видите, маску, у него своеобразный костюм еще. Вот, и он, ну, нельзя прямо сказать, что он какой-то архнемезис главного героя, но что-то такое подобие. То есть, в нескольких выпусках он встречается, там потом раскрывается его история. Оказывается, что это тоже непростой человек. Вот, ну, в общем, интересно, это я вам так совсем уж рассказывать не хочу. Вот, и еще одна из причин, по которой вам стоит обратить внимание, это комикс, это, конечно же, рисунок Джо Куберта. То есть, это абсолютная классика, просто невероятная графика, невероятный экшен, прорисовка лиц. Вот, кстати, видите, да, тут бог войны, или же сама смерть играет. Классный очень кадр. Вот, то есть, рисунок просто невероятный. Невероятный, даже если вы не любите, я, например, просто сам не являюсь фанатом боевиков, вот таких вот, где много экшена, или не являюсь фанатом военных комиксов, но восторг, как бы, у меня вызывает это невероятный. Я думаю, если вам нравятся комиксы, нравится sequential art вообще, графическое искусство, вы не сможете не оценить эту графику. То есть, это еще 60-е годы, но нарисовано все просто невероятно прекрасно, очень красиво. Сейчас хотел бы тоже одну вам классическую панельку показать. Вот как раз-таки о том, чем я говорил, один из выпусков. Там висельник, собственно, спасает главного героя, когда сбивает его. То есть, там вот это вот такое вот уважение и так далее, он его берет в плен по сюжету комикса. Очень хороший выпуск. Вот. А вот эта панелька является одной из ключевых, скажем так, классических, которые сразу в голове представляются, когда говоришь Enemy Ace. Enemy Ace издавали и в Artist Edition. Ну, что заставляет. Потому что, мне кажется, если вы любите комиксы, просто как вид искусства, то вы не можете не оценить, насколько это круто. Да, Джо Куберт, конечно, выдающийся человек. Я думаю, вы все знакомы с Адамом и Энди Кьюбертом. Это два брата, они же оба сыновья Джо Куберта. То есть, у них вообще такая семья вся связана с искусством, с комиксами. Тот же Джо Куберт, в свою очередь, является основателем школы, Джо Куберт School. Она так и называется. У нее там раньше какое-то было длинное название, там School of Sequential Art или что-то такое. Вот. Насколько я помню, это чуть ли не единственная школа, графическая такая в Америке, которая обучает именно вот комиксам. То есть, именно вот sequential арту, комиксному рисунку, картунистов и так далее. Оттуда вышли реально легендарные личности. То есть, там самый первый выпуск, это вообще что-то невероятное. Там и тот же Рик Вейч вышел, и Стив Бесет. Это оба художника, которые работали над болотной тварью с Аланом Муром. Также Джон Тоттлбен, которого вы знаете, скорее всего, по Мираклмену, который недавно на русском вышел. И Джон Тоттлбен также работал над Раном Алана Мура. Вот. Но Тоттлбен, он, по-моему, один год проучился в школе Куберта. Потом он ушел и начал там работать на разные журналы и издательства. Вот. Тогда как Вейч, Томас Йейтс, например. Все люди просто, они все работали над болотной тварью, работали невероятно. И уже как бы легенды, просто культовые дядьки. Вот. И не только они там, и много других потом чувачков вышло из школы Куберта. Вот. Что касается самого Джо, ну, вы и так все сами видите. Вот. И давайте вам коротенько покажу второй том. Второй том Энми Эйса. Их вообще всего два тома, потому что комиксов про этого персонажа не так много. Вот помимо вот тех выпусков, которые находятся в этих двух книжках. Тут идентичное оформление абсолютно. Только что Volume 2. Вот. Про него очень, на самом деле, мало комиксов. То есть вот эти вот два томика архивных изданий. И в них, как вы тоже можете видеть, комиксы все были, и это как антологии военной. То есть у него не было как таковой своей серии, то, что вот там Энми есть, да, ongoing. То есть тут, например, большинство выпусков это Star Spangled War Stories. И чем вот именно этот том интересен, в том, что тут помимо уже известных вам двух авторов из первой книги, тут участвуют еще другие артисты. Вот, кстати, просто невероятный рисунок. Такой вот, да, разворот с волком как раз-таки и главным героем. Видите, в таком кресте немецком, блин, шикарно просто. Вот. Чем именно вторая книжка примечательна, помимо того, что тут, ну, примерно такой же уровень, да, там, нарратива и рисунка. Да, рисунок даже, как вы видите, более как бы осовременился. Все-таки там время шло и графика улучшалась. Вот, помимо всего прочего, тут принимали несколько разных художников, еще участие именно вот в этом томе. Это был Рус Хит, по-моему. Сейчас посмотрю. Фрэнк Торн. Да, и Рус Хит. Два художника еще участвовали, помимо Джо Коберта. Вот. И помимо всего прочего, в этом выпуске, в одном, в одном, к сожалению, к сожалению, да, только в одном выпуске, участвовал не кто иной, как Нил Адамс, легендарный культовый дядька, которого многие знают по Дэдмону и Бэтмену. То есть, опять же, смотрите на этот рисунок, на этот разворот, я не знаю, ребят. Это вообще просто что-то с чем-то. Вот. Тут рисовал Нил Адамс. Нил Адамс вообще, насколько я помню, начинал свою карьеру в DC как раз-таки с военных комиксов. Как раз, по-моему, с Our Army at War или что-то подобное. Ну, вот каких-то вот этих антологий. И вот это, это не первый, конечно, его комикс, но это один из ранних комиксов Нил Адамса. То есть, он вот эти военные комиксы рисовал, а потом уже там и Дэдмонов, и Бэтменов, и все остальное, и уже стал легендой. Вот. Но это вот как раз-таки ранний Нил Адамс на военных комиксах про Enemy Ace. Вот. Помимо вот этих вот выпусков, которые... Вот, кстати, опять же, самолетик, да, с рожицей. Фокер. Вот. Помимо этих выпусков, которые вошли в архивные издания, также существует еще Enemy Ace War Idil. Это графический роман, графическая новелла Джорджа Прата. Просто великолепного художника, более такого fine arts художника, то есть, в более классическом стиле, а не комиксном. Маслом там и тому подобное. У меня он есть в офигительном, как Максим любит говорить, фердипердозном фэнси издании. Вот. Может быть, как-нибудь я вам покажу. Там, конечно, комикс вообще невероятный. Визуально это вообще какой-то там уровень картин из галереи. Вот. И помимо War Idil, также есть, вот вы опять же видите Хэнгвена, который в первой книжке был, то, что этот персонаж, по сути, появлялся чаще всего среди остальных, ну, кроме самого Фон Хаймера, да, Барона. Вот. И еще есть комикс, называется, если не ошибаюсь, War in Heaven, Enemy Ace War in Heaven. Это комикс Гарта Эниса. То есть, Гарта Энис, как я вам в одной из распаковок рассказывал про серию Battlefields, Гарта Энис, он фанат войны, военных комиксов и истории. Вот. И он, конечно же, не мог, наверное, пройти мимо Enemy Ace, поэтому он написал очень хороший комикс, коротенький, там, из двух таких Giant Size выпусков. Там, конечно, есть минусы в плане сценарном, там очень странно прописано, но это, наверное, не в этом ролике сейчас обсуждать там моменты. Такие. Вот. Но он прекрасно написан, там уже происходят события в рамках Второй мировой войны, а не Первой. То есть, там показывают и Барона, и его отношение к нацизму, к фашизму. То есть, вот, кстати, такая вот шикарная панель, наверное, все они поместятся, у меня протекали не очень удобно, но, я думаю, видно. Вот. И там, конечно, комикс тоже потрясающий, и самое главное, что хоть Гартеннис писал совершенно новую историю, практически никак не отсылаясь к событиям основных вот этих старых комиксов, да, оригинальных. При этом, например, такие моменты, как вот прогулка с волком и еще какие-то детальки он у себя обыграл. То есть, причем не тупо повторил какие-то сцены, да, он там задался вопросами, как-то переосмыслил в каком-то роде. То есть, вот за это, конечно, Гартеннис большой респект, потому что вот эти символичные вот эти моменты все, они мне очень нравятся. То есть, возможно, вам может показаться это глупым, да, какой-то там мужик с волком, какую-то такую дружбу убийц какая-то, да, вот, ну, но мне вот этот символизм, он очень сильно доставляет. Вот, и, короче, если у вас нет проблем вот с такой именно эмоциональной, да, вот, больше подачи материала, нежели какой-то логически структурированный, то, блин, ребята, обязательно попробуйте Enemy Ace. Про него достаточно мало комиксов, то есть, вот те графическая новелла, лимитка, вот эти старые выпуски, которые вошли, в две книжки уложились. Также у него есть разные появления на разных сериях, вот как в той же Болотной Твари, например, но это все-таки такие, знаете, разовые моментики, то есть, там, один-два, выпуска особо погода не играет, хотя, опять же, вот во мне, например, один выпуск Болотной Твари пробудил желание прочитать все с Enemy Ace, ну, я практически это исполнил, то есть, персонаж, конечно, потрясающий, вот, и учитывая, что у нас тут, кстати, вот, один из комиксов, своеобразных достаточно, когда нам показали, ну, какую-то другую часть Enemy Ace, да, барона, там он спас собачку на аэродроме, то есть, и взял ее к себе, приютил, вот, но, поверьте мне, наверное, лучше бы он этого не делал, рассказывать, что и как не буду, но история трагичная, вот, вот, учитывая то, что у нас там в скором времени будет, по-моему, аж сам Спилберг снимать фильм про Black Hawk, это тоже, по-моему, тоже, кстати, пилот из военных комиксов, которые в DC, там, до DC где-то издавались, потом еще в DC, то есть, тоже военные комиксы, и у нас будет чуть ли не Спилберг там продюсировать, или даже в режиссерское кресло сядет, а чем черт не шутит, мне кажется, если какая-то пойдет тематика Первой мировой, интерес к ней проснется, и будет вариант снять кино, то Enemy Ace был бы просто шикарным таким героем, который в наше очень такое время, знаете, ну, бездуховное, конечно, слишком, наверное, звучит громко, но я думаю, вы сами понимаете, то есть, сейчас морали, все вот эти принципы, они зачастую уже как-то не котируются у нас в обществе, а котируются другие добродетели, вот, и Enemy Ace, конечно, на этом фоне, он бы, конечно, вообще взорвал бы, мне кажется, если прямо вот так вот с этим всем символизмом и таким вот грамотным пафосом, да, вот это все перенести на экран и красиво снять, это было бы суперски. В общем, такой вот персонаж интересный, Серебряный век комиксов, 60-е года, NMS, офигенный рисунок Джо Куберта и разных других художников, как, например, Нил Адамс. В общем, надеюсь, вам было интересно посмотреть про, во-первых, эти издания, про архивные издания DC, которых, к сожалению, у нас уже не будет, вот, потому что сейчас все на Омники перешло, но я, на самом деле, многие книги, если бы мог, например, Болотную тварь, ту же самую, да, Бронзового века, я бы лучше в таких, там, трех, не знаю, четырех книгах бы собрал того же Муру условного, если бы это вот все так выглядело бы с такой бумагой и переплетом, то я бы, Омники бы никогда даже не думал о покупке, потому что, ну, мне вообще как-то в последнее время маленькие харды, ну, стандартного размера, они мне больше нравятся, как-то приятнее, что ли, а тем более, когда они настолько вот на славу сделаны, у меня, знаете, вот не так много книг, которые я беру в руки и понимаю, что это настолько крутой продукт, сделанный качественно, что его просто, блин, держать в руках приятно, не то, что даже еще и читать, вот, так что, да, издания эти потрясающие, если вас интересуют какие-нибудь комиксы, которых нету в хардах, условно, какой-нибудь спектр Золотого Века или что-то подобное, там, Challenges of the Unknown или еще какие-то там Seven Soldiers of Victory, например, которые выходили как раз-таки в архивках, то, пожалуйста, берите и читайте на здоровье, потому что издания потрясающие. Ну, а сам герой тоже, если кого-то заинтересует, я буду очень рад, что помог вам и навел вас на такие интересные и потрясающие вещи. Спасибо за внимание, до новых встреч!